Густые клубы дыма на месте коммунальной аварии. Устранять ее последствия в таких условиях ресурсникам предстоит почти сутки. Порыв на магистрали под несчастливым номером 13 произошел в 10-15 утра 9 января. Без тепла и горячей воды остались почти 300 жилых домов. Ситуацию осложняют не только низкие температуры. Дело в том, что порыв произошел прямо под железнодорожным полотном. И чтобы заменить участок в 40 метров, рабочие будут распиливать одну общую трубу на мелкие части по 5 метров, укладывать их под землю и сваривать между собой уже там. О причинах аварии на трубе диаметром 700 миллиметров ресурсники говорят просто. Вскрытие покажет. Но скорее всего факторов было несколько, в том числе вибрации от железнодорожных путей. Но главное ветхость магистрали. Заменить ее планово должны были в этом году. Сама магистраль постройки 1968 года. На текущий момент у нас завершается переключение потребителей города на резервную схему. На текущий момент у нас задействовано 4 собственных бригады. Порядка 10 единиц техники, 2 экскаватора, кран, трубы уже здесь на месте. В списке оставшихся без тепла оказались улицы Коммунистическая, Ворошилова, Пугачева, Дзержинского, Ухтомского, Луначарского. Управляющим компаниям предстояло срочно принять меры слить воду из системы отопления, чтобы те не успели замерзнуть намертво. В 10 часов начали сливать воду с батареек. И батарейки стали чуть теплыми, но сейчас вообще холодные. Параллельно заменой ветхой трубы ресурсники стали переподключать сети на резервные источники. Уже к середине дня количество домов без отопления сократилось до 43, а к вечеру почти до 20. Полностью вернуть тепло в каждую квартиру снабжающая компания обещает утром 10 января.